Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня ради разнообразия у нас что-то не древнее, не из тьмы веков, а что-то ещё даже не вышедшее. Магика Wizard Wars, на данный момент бета, но где-то через неделю у него должно быть официальный релиз, это будет 28 апреля. Последний крупный патч был также где-то неделю назад, так что уверен, что ничего менять пока не собираются. По крайней мере, слишком серьёзно, так что можно о чём-то уже рассказывать. Естественно, эта игра продолжает традиции магики первой, о которой мы уже рассказывали, но так как это другой абсолютно жанр, у него свои способности. Во-первых, это моба, то есть к этому жанру относятся дота, лига легенд и прочие подобные вещи. Поэтому здесь есть наряжение, статистика и прочая фигня. При этом статистика хранится даже для заклинаний. То есть есть элементы, они все и так же 8, также есть скорость передвижения и здоровье. И у этих элементов есть показатель, который показывает, грубо говоря, предрасположенность к этому элементу. Чем она выше, тем больше от него урон с вашей стороны, и тем меньше от него урон по вам. При этом они стоят в парах, одно противопоставляется другому, и естественно, получая один элемент, вы теряете в другом и начинаете от него получать намного больше, чем ранее. При этом пары весьма странным образом. Например, электричество противопоставляется камню. То есть почему не в воде, науке неизвестно. Жизнь противопоставляется щиту, смерть огню и вода, собственно говоря, морозу. Ну, соответственно, скорость передвижения жизнью, потому что чем вы толще, тем, естественно, вам сложнее бегать. И сама экипировка это все продолжает. То есть на предметах есть плюс к одному элементу, и, соответственно, минус к другому. Единственное, что этого избегает, пока это оружие ближнего боя. У них просто есть скорость атаки, урон и специальные возможности. Все, причем это все вооружения и робы на этот раз не взаимосвязаны с собой. Вы можете спокойно менять робу, оставляя старое оружие. Это не первая магика, где стартовая оружие, естественно, менялась вместе с самой робой. Что ж, к вопросу о магиках. Тут, так как это моба, у нас их всего 4 слота. И мы можем их получить в виде свитков за награду. Или можем их выучить. Но вся проблема в том, что вы не можете свободно распределять их по слотам. Вы привязаны, например, в первом сути, может быть, только эти два столбика. Во втором только эти. И по полезности это не всегда сопоставимо. К тому же требуется уточнить то, что для того, чтобы использовать более высокую уровень магику, требуется больше накопленной энергии, которая, как раз еще не упоминалось, накапливается в ходе игры за использование магии, обычной магики. И также просто от времени, на психонику накапливается. И однако, если вам требуется, допустим, четвертую, потому что здесь всего 4 их, как уже говорилось, магики различные использовать, то вам надо докопить полностью полоску этой энергии. И у вас оно сольется в ноль. И использовать вы, пока не накопите хоть сколько-то, не сможете даже первую. И поэтому требуется очень тщательно выбирать то, что вы хотите применить. И не всегда это совпадает с полезностью. Допустим, можно использовать четвертого уровня магику, она достаточно мощная, но ничего, ни по одной цели не попасть, и просто зря потратить энергию. После чего вы останетесь без энергии, и вам придется очень быстро делать магию, скорее всего. Но в противовес четвертая магика, в общем-то, пробивает почти все иммунитеты. Почти. Потому что в первом ряду существует стазисная камера, которая... Стазисное поле. В котором вам пофигу. Абсолютно пофигу. К вопросу о полезности. Вот, например, поджечь врага. Явно полезнее, чем уронить на него туалет с двумя бесами. Хотя, если уронить прямо на голову, возможно, будет сильно больно. Так же есть в третьем уровне магики, такая забавная магика, как перемещение. То есть вы выбираете площадку, с которой все цели перемещаются в родном направлении. Ну, возможно, когда-то это и будет полезно. Но, опять же, очень сомнительная польза от этого взглянания. Нет, ну, ты можешь кинуть врага в толпу своих, если не повезет. Если ему не повезет. Если свои поймут, что за ерунда тут появилась среди них. Обычным так не случается. Это да. Кстати, к вопросу о разблокировке. И свитках. Свитки конечные. Вы можете видеть числа на некоторых магиках. Это сколько их использования у меня есть. Если свитки кончаются, то, во-первых, она не заменяется автоматом обратно на что-то. В течение игры она заменяется одной игрой. То есть она заменяется на стандартный, который у вас была до этого. Точнее, стандартный, который была по умолчанию. Однако, в следующей игре у вас будет эта магика с циферкой нолик. И вы ее не использовать вообще не сможете ничего. Да, и проблема заключается в том, что свитки падают достаточно редко. А вот разблокировать магию на совсем... Вот это проблемно. Тут есть система мастерства. Если кто-то играл в Вов, старый, добрый, в первой системе талантов, то тут те же деревья, только расходится это все от центра. И разблокируются здесь, собственно говоря, сами магики, оружие, робы. Причем магики тут распределены просто непонятно как. Потому что вот, метеоритный дождь. Отлично. Да, магика четвертого уровня, фактически сходу. А вторая магика четвертого уровня, шторм, где-то далеко-далеко. За примерно 600 очками или где-то в этом духе. Да, и следует учитывать, что за повышение уровня вы получаете всего 25. То есть 600 вам придется копить в долг. Также вот забыли упомянуть о том, что эти свитки магики можно купить в магазине. Там они продаются по 10 штук и вроде бы ничего. Но цены на них немножко недобрые. То есть магики первого уровня, которые самые простые, стоят 10 штук, 10 тысяч крон. За победу вы получаете, в лучшем случае, тысячи полторы крон. А за бой вы можете использовать этих магик раз 10. То есть выгода... Ну, значит тысячи полторы, это когда ты столько получал, я больше 700 не видел. Ну, я получал, когда я достигал большого количества убийств и захватов. Тогда вот тысячи полторы получил у нас. Но тогда 700, 500, это очень печально. Да, кстати, насчет распределения. Вот, пожалуйста, магика первого уровня в самом конце ветки. Так что у нас 100, плюс 100, плюс 140, 340, 410, 510. Этот посох мне обошелся еще в 50, 560, нет, 100. 610, грубо мне обошлось в 50, 670. К какому уровню ее откроют, черт побери? Скоро. Где-то к 50-му возможно. Да, и это магика первого уровня. А она мне нужна. Да, есть еще приятная магика. Тоже стоятельная поля, о котором уже говорилось ранее. Она требует тоже 200 единиц мастерства. Вот тут очки, которые вы заработаете за повышение уровня. И тоже это весьма небыстрый процесс набора их, скажем так. Ну да нет, ну, конечно, они предлагают некоторые другие вещи. Раньше, доом, да и там, тут еще была возможность заплатить реальных денег. Но, слава богу, они это убрали. Потому что иначе был бы тотальный pay to win. Так, ну, теперь к магазину. Про цены на магики, конечно, говорились. Вот они. 10 тысяч. 12 с половиной на второй уровень. Причем, кстати, телепорт отвяжу. Первый уровень, он вот тоже десятка, потом 15 с половиной, 15, 20 за ультимативные вещи. Ну, хотя, я не знаю, у меня откуда-то взялось 125 тысяч, откуда, я не знаю, оно само пришло. А еще что-то говорилось о читерах. У меня их не было, у меня сейчас 4000 крон на счету, и мало что я могу купить на них. Вывод. Надо было предпоказывать вторую магику. Ради этого нет. Это не аргумент. Абсолютно. Да, еще есть цены в рубля. Еще, кстати, есть такой вот немаловажный элемент. То, что многие вещи привязаны еще и к уроню. То есть, допустим, какой-то мантия требует при этом еще и уровня. Ты где такая? Я в магазине такого не вифа. А, да. Последнее обновление это убрало. Да, значит, убрали. Потому что, не далее, чем позавчера, допустим, огненная мантия требовала низких уровней. Но она нам убирала вашу сродство к смерти, добавляла к огню, все хорошо. Наоборот, мантии смерти, которые добавляли вашу силу смерти, требовали 50-х, что ли, уровней, что было немножко внезапно. Потому что, поиграв там пару недель, я достиг 20-го уровня с копейками, там, 22-го. И до 50-го мне еще очень и очень и очень долго. Хорошо, что вы сейчас убрали, потому что это был откровенный бред. Ну и пока, копаясь по магазину, я сейчас в разделе прислушников. Они вызываются после того, как вы, в общем-то, умерли и где-то воскресли. Он с вами бегает некоторое время. Очень маленькая, поскольку дохнут они поразительно быстро. Буквально пару ударов мечом. А уж как они любят подворачиваться под ваши заклинания. Да-да-да. Моё любимое заклинание это луч смерти, так как я обиду в доспех с посохом робой смерти. И когда кассуешь противника, убегающего от тебя, луч смерти, подбегает твой родной, любимый бес и ловит его грудью. Мол, нет, не бей его, он ранен, он хочет уйти, пощади. Ну, видимо, так. Потому что иначе я никак не могу объяснить его действия. Да-да-да. Так, ну, грубо говоря, что можно здесь купить за Реал? Собственно, кроны. Которые... Ну, огромный набор. Сколько? 150 тысяч. 250 рублей. Считайте сами. Не лень. Также можно купить вот такие стартовые наборы. Набор шкалера, посох, кинжал, роба, немного очков мастерства, немного крон и парочка ключей. За 450 три робы, три набора оружия, много мастерства, много крон, много ключей. Ну и набор ветерана. То есть 25 тысяч крон, 15 ключей, 250 мастерства, роба Гендальфа. Кстати, здесь есть аналог Фростморна. Здесь есть разъедающая печаль, которая стоит 80 тысяч крон, которая обладает способностью леденящая плеть. Но лучше быть Гендальфом с сосиской. Ну да, тогда все мобы будут твои. И будут перехватывать все так же все твои взглянания. Да, так, ну, насчет, кстати говоря, ключей я показывал. Не нужны, чтобы открывать сундуки, если ваш ежедневный халявный сундук уже потрачен. Сам сундук у нас здесь. Вы можете его открыть ключом. Вы можете его открыть просто так. Просто так его можно открыть раз в сутки. При этом внизу видно полоску. На ней есть меточки. Каждая победа заполняет одну меточку и увеличивает шанс на получение редкого предмета. Как поясняет надпись, все это сбрасывается в 11 утра по Москве. Проблема в том, что, когда вы открываете сундук просто так, в любом виде, когда вы его открываете, полосочка сбрасывается в ноль. Но, если вы его открыли и снова заполнили полоску, то следующее 11 утра на низ сбросится. Вы сможете сразу открыть сундук на x10. Ну, а для этого понадобится сколько мы считали? О, 29 побед? Да нет, можно посчитать. 3, 7, 12. 22. 20. 20, окей. Всего лишь 20 побед. 20 шансов x10. Шаршар всего лишь 20 побед с рандомными игроками. Да. Да, причем шансы x10 получить какую-нибудь откровенную ерунду. Да, например, 2000 крон. Да, здесь чудесные ключи, которые можно купить за 10 тысяч крон. Я, правда, в качестве эксперимента купил штук, этак, 6 или 7. Вот куда мне делись все кроны, в принципе. Молода, 130 тысяч, я их точно не буду. И вытащил оттуда 7 раз по 2000 крон. Что весьма радуется такая статистика, как говорится. Сейчас... О, МММ отдыхает. Стоянцы залогов успеха. Еще тысячу раз откроешь, и получишь еще тысячу раз подвиг. Стабильность признаку мастерства. Кстати говоря, как мы видим тут, нету кнопки выйти из игры, в принципе. Просто кнопка выйти из игры спрятана в настройках. Черт, ты спалил. Какую ситуацию? Потому что... Так, ребята, че вы курили? Так бы Хендальв сказал. Ты не уйдешь! Да, и в игре есть еще одна навязчивая проблема, которая нас дико бесит на самом деле. Если из нее сделать альтап, то обратно она будет только в оконном режиме, и придется заново применить настройки на полный экран. Поэтому все умные люди уже давно сделали в настройках, поставили в оконный экран сразу. Это то есть ты умный? С каких-то порт и умные люди. Давно. Может ты не знал, но я уже давно в оконном режиме играю, и мне эта проблема не столь актуальна. А вот проблема в том, что в начале матча вы получаете такую чудесную возможность, как посмотреть на всю карту и посмотреть на противника. Я вам даже скажу, что противника надо убивать. Не лечить. Ну это мы сейчас покажем. Не доставлять удовольствие, различными способами, а именно убивать. А вот точки надо захватывать. А не просто бегать их по кругу, и говорят, что вот там за странные кружочки. Нет, мы туда не полезем. Окей, окей. В общем-то, помимо обычной игры, если вы просто нажмете играть, не заходя в кнопку «Своя игра», вы сможете выбирать режим. Один из них сейчас закрыт, поэтому мы даже не представляем, что там. Вы выбираете режим игры, вы попадаете в рандомную группу с рандомными абсолютно людьми и идете воевать. Вот и можно создать свою игру с друзьями, чтобы потренироваться, или как мы, чтобы показать, что же, черт побери, там творится в более-менее спокойной обстановке. Ну или можно просто начистить друг другу физиономию с полной самоотдачей. То есть, чтобы никто не мешался, никто не помогался, а чисто, подружески начистить друг другу морды. Единственная проблема у своей игры, она очень долго запускается, реально. Кстати говоря, перед входом в игру всегда вот есть такой экранчик, здесь показывается у кого к чему есть предрасположенность, магики, все статистика и так далее. Показывается, на большом экране только основные статы предрасположенности. Но если навести на игрока такой ссор, что мы уже не успели сделать. Да я вообще-то успел. Ну, молодец. Я тоже успел. Вместе среть этого. Ну и мы сейчас просмотрели веселый экранчик, кстати, не захватывая пока точку. Возняк метаться. Ах ты, скотина. Значит, точки. Зачем они нужны? Во-первых, если у вас их нет, вы, а мне где спавнится. Во-вторых, после захвата точки через 8 секунд каждая захваченная точка, то есть, если у вас одна, через 8 секунд у противника исчезнет один респаун. Один билет. Поэтому бывали такие ситуации, когда ваша Тима ни разу не погибла, но респаунов в Польше нет. Да, боево дело было. Причем у каждой точки таймер свой. Поэтому, допустим, если вы захватили одну через 4 секунды после другой, то птикать по билетику будет каждые 4 секунды. Ну, да. Есть еще один возможно. Там есть еще какие-то тонкости, мы их не успели изучить. Вот. Ибо нехода. Ибо нехода, ибо не до того обычно. Потому что в реальном бою здесь сразу начинается дикая мясорубка, и вам главное успевать держать точки. потому что вам понятно, что вам нужны точки для респавна, вам нужно сбивать респавну противнику. Вот. И не до почета секунд. Ну, да. Плюс есть такой моментик, что когда у вас респавн достигает нуля, ваша команда не проигрывает автоматически и может еще продолжать драться. Просто никто, естественно, не подымется. Сам себе. Но. Да, но если у вас, как у меня, есть магика воскрешения, то вы можете поднимать людей, минуя лимит респавна. Так же она еще лечит всех живых, кто оказался в поле действия. Причем, вообще-то она действует даже на врагов. Были случаи, когда наши противники нас же и поднимали. Да, были забавные ситуации. Ладно, теперь немного про механики, а не стой, заразы. Я буду тебя бить. А, ну. Точнее, я тебя буду бить без. Значит, естественно, все 8 элементов на месте, другой просто работает антира по-другому. В первой магике, в стандарте... Не забудь упомянуть, что здесь только три можете использовать в подобном заклинании. Да, максимум три. Что резко ограничивает вашу отморость. Ну, во-первых, если вы наложите что-то на себя с щитом, вы получите ауру. Причем, каждый элемент в этой ауре дает защиту в 50%. То есть, например, щит смерть-огонь дает он 50% защиты, от урона смерти, 50% защиты от урона огня, ну и при этом вы иммунно ко всем эффектам. То есть, меня сейчас нельзя поджечь. Что я буду продемонстрировать? и сейчас я сказал, жгене, лечи. Лечебный огонь. Да, никто. Это лечебный огонь, поэтому не жжет. Вот, могу пять. То есть, если мы имеем ауру из двух одинаковых элементов, полный иммунитет к нему, абсолютно никакого урона от него не получите, даже если вас будут на прямом верить. То есть, обычно это касается таких вещей, как летающие каменюки, лучи и прочий бред. Опять же, сквозь этот иммунитет пробивают магики четвертого уровня. То есть, если я кину грозу с иммунитетом к молоте, меня все-таки будет бить, но в два раза меньше, чем... Наложи-ка щит от огня полностью. Сейчас проверим кое-что следующее. Даже майки второго уровня не пробивают полный иммунитет. Так, взаимодействие в первой магике лучи. работает терминитак раньше. Смерть и молния вызывала электрический луч. Теперь нужно вызывать что-то вот такое. Что-то странное и достаточно полезное. Да, потому что у него очень маленький радиус обычный, молния черт знает куда. А лучи теперь очень странно переключаются, особенно когда много кастующих. У вас были такие ситуации, когда человек 4 или 5 разом кастует и там такая паутина из них получалась. Однако перекли пересекающиеся почти параллельным углом лучи создают взрыв, даже если не одинаковые. Они не создают противоборство. Вот, еще бежит. они отталкивают своих хозяев. Что весьма странно. Ну, вообще-то мы так никогда не делали в первой, надо отметить. там они тоже не такой эффект не давали. Да, в общем, эффекты могут быть разные, но естественно можно набрать абсолютно странные вещи. Ледяная буря, например. А вот это вообще-то больно, да еще и морозит. Ай! А вот это у нас будет лечебный шотган. который сдаёт травы. Да. Который может курить по-быски. Больше травы будут травы. Ну, в принципе, так, если посмотреть эффективных, реально эффективных, комбинаций очень мало. Самая популярная комбинация это смерть-огонь. Бьет больно, жарит, дота. Поэтому, естественно, самый эффективный щит будет вот такой. Да, он не учит этого такого прикола. если это стоит сразу. Не то, чтобы смертельно, неприятно. Однако, еще он защитит земли, вот такой вот, дает иммунитет к опрокидыванию, опрокидыванию, идти иммунитет. К тому же, он дает неплохой защиту от бесов, ударов мяча, цепени. Ведь теперь не по 200, а по 125. Сделай себе двойное. Сейчас вот двойная. Как вы видели, теперь полный иммунитет. К тому же, у меня появились не только наплечники, каменные, штаны, а очень дополняют в ваш костюм. где-то хотя бы теперь в штанах они в камеру, как нудист. Но бегаем мы теперь еще медленнее, с двумя каменными. Видите, мне нечувствовать. Да-да-да. Ну, насчет, кстати, урона в ближнем бою. Как я говорил, у каждого оружия есть особенность, это если зажать кнопку атаки, идет зарядка, если вы это отпустите, в зависимости от оружия. Вот у него меч делает три быстрых удара. У меня отойди, пожалуйста, третий в тебя врежусь. Вот такой джедайс металлётик. Старый. Да. Есть, кстати говоря, кинжалы, которые можно метать. кинжал, большая часть можно метать, но урон от их не то, чтобы очень большую. С другой стороны, надо расстояние прибить кого-нибудь. Будет приятно. Еще одно отличие от основной игры. Щиты. Теперь вообще-то они отражают только лучи и потоковые заклинания типа огнемета. Нет, по-моему, неплохо дружить. Вообще-то он не проходит. Да, действительно. Дух, я защищаюсь. Зато камни, молнии. Вот такие вот вещи. Шотган. Их пролетают на ура. А это в один шотган. Против них работают стенки. Обычные стенки. Кстати говоря, самый эффективный способ лечить себя. И противника тоже. Да, ну, извиняйте, получилось. Еще есть мины. Да, кстати говоря, теперь еще у вас подкидывают. Пятницы. Причем мин тут можно надевать комбинации просто неряно просто. Живительная вода и так далее. Большинство элементов, если их применить на себя, вызывают атаку. То есть атаку через shift, как в первой части, делать, грубо говоря, теперь невозможно. Поэтому невозможно разложить мины кругом вокруг себя. Нам это дико не нравится. С одной стороны, теперь вы сами не понравитесь на них. Тем более, они зачастую срабатывают. Не то, чтобы быстро. Вот видите, я успел пробежать и был бы под ускорением. Спокойно бы пробежал через мины. Даже не заметил. Так, зацепился самым краешком. К вопросам минусов игры. Помимо таких вещей с кастом, я теперь не могу сделать возгорание, даже если его прекрасно помнил по первой игре, потому что оно на двойке. Теперь требуется заполнение энергии, чтобы постануть его. Это неприятно. Потому что иногда этого очень не хватает, скажем так. О да, о да. Ну и к тому же границы, вот граница типа бури, конечно, она в два раза больше. Помного, во много раз больше. Ну и самоуправление, то есть если в первой вам нужно было зажимать кнопку, чтобы куда-то идти, здесь вообще достаточно кликнуть. С другой стороны, к плюсу можно отнести то, что лучи можно делать на ходу. Но минусом то, что при этом очень трудно куда-то идти в определенном направлении, скажем так. Он будет кастовать на ходу в том направлении, в котором вышли. Зачем? Ну да, чтобы конкретно остановиться, вам нужно нажать пробел. То есть мы привыкли на этом кастовать магику, но фуях. Теперь это остановка. Зато с лечением теперь немного полегче, его можно ченнелить. То есть стоите и до упора. Под этим можно некоторым перевопрошить. Ходить с лечением тоже не получится. Только если кто-то мучила слечит вот так вот. Кстати говоря, насчет эффектов. Есть эффект заморозки. Помимо того, что он теперь делает вас очень уведливым к каменюкам. Ну это было и в первой. любимый был. Да. Не, но зато полный иммунитет к многим видам урона. Ко всему, кроме каменюка в принципе. И четвертый уровень заклинаний тоже не дает. Заморозь еще. Ты хочешь, чтобы я тебя в тиграну кел? Да, пожалуй. Ау. Щит не поможет. И вот эти вот полезные подсказки, что делать, чтобы вас так не убили. Вы в полусражении, когда вас с правой жарят огнем, слева молнией, а сверху падает унитаз. Толку от них весьма мало. Потому что разом заблокировать 10 кассов весьма трудно. Хотя некоторые умудряются от половины убежать, от половины заблокировать. Молодцы, что можно сказать. Ну, зависит от дела. Привычки, видимо. Я вот демоны разбивайтесь. Да, кстати говоря, у них какой-то странный алгоритм. То есть, они предпочитают бить себе подобных. И только потом. Нет, сейчас твой побежал за моим, а мой за твоим гонялся. Так вот я говорю, они предпочитают себе подобных. Нет, твой погнал со мной, а мой за твоим. То есть, это надо бы кому. Ну, потом он развернулся. Удалюй, ему начал давать хорош таких педалей. Кстати, вот к вопросу о расположенности. Вот у товарища очень большая расположенность к смерти, поэтому дикую звенка гнет. Дай по мне огнем, пожалуйста. 32, 29, помилочи. Да хватит меня мочить, я тебя лечу. А по нему 77. Бон, ага. Ну, вот так и пофигу. На огонь. Давай еще раз. Ну, вот как говорилось, если у вас проблемы с огнем, то вешайте огненный щит и становится куда приятнее жить. К тому же еще надо учитывать то, что у меня за счет того, что ослаблен огонь и жарит я тоже слабше. То есть из 2, из 2. Ну, в среднем он бьет, по-моему, по 50 или около того. так и получается. Зато смертью. цепь, ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Стоять, а по мне смертью лучем числи под них. знаете, все хоры этом сетях а кстати к водах летаете подъем почему лекарем хватит хоть хоть быть сложно потому что одно неудачное заклинание и противень пыльчик так внезапно целый ну точно так же уже говорилось можно его даже воскресить потери когда этой системы не желаешь не забить его тут валяющийся в поле для воскрешения вы и предлагая продемонстрировать веселый мою которыми есть это выдашь зомби-бесов нафиг ладно пока еще не сливаем а такие маленькие приятненько . они постепенно теряют здоровье они уязвимы к жизни весьма болезненно поэтому когда это у меня сейчас по идее иммунитет к физическому уровну и вот то что 4 закинания зато подожди на мина их нету смерти кстати они они не имеют ничего кроме иммунитета то есть отличить их смертью нельзя как было в 1 манике 1 майки зомби отлично лечились смертью жизнью они дамажились чтобы логично здесь так нет не получится и упрощение упрощение но согласись в большом миссии пытаться сделать воронку на время не самые учреди так воронки как в этом можно играть да то есть есть вызов смерти но это демонстрирует не будем хотя вызывай я же нет повесь на тебе защита от смерти я под этим мяч пока не вообще-то физикой он физикой бьет и степень резных а защит рост я запечатал и тогда я просто не убегу а ты и так не убежишь подождите тогда немножко подождать у меня еще не накопилось энергия а кто и мы говорили ранее вот что весьма неприятно то есть азиатин вызовет причем здесь 10 и потом коды может быть бамбук что ничего кроме тапок сделать не сможете тапки это ускорение 1 маленькая кстати к вопросу смерти он работает как он бьет ближайшую цель врага если врагов рядом нету вообще он бьет вызвавшего так что думайте когда звать к смерти с другой стороны это куда приятнее чем было в 1 мая куда смерть била вообще рандомную цель там примерно там куда вы укажете курсором то есть был там союзник а убит союзника был там враг убил врага были того и неудачно я вообще-то всегда указывал на себе у тебя там мало убивало тебе везло видимо на все-таки мы бухаем вместе да готовься вы друг идет пора валить провалить провалить сейчас то больно да но у него тысячи семьсот хитов не смертельно вообще в теории если у вас очень много скорости от него можно тупо ударить возможно но слот были прецеденты я видел да если вас телепортации есть тем более и больше шансов что смесь просто переключится на ближайших союзников вашего они а вас 1 теперь немного про подсчет очков и опыт в этой игре то есть вы за матч получаете опыт и как он начисляется я не знаю какие шаманские эзотерические формулы в этом участвуют поскольку судя по всему опыт идет за захваты точек больше всего захват точек и за убийство но бывали такие прецеденты и очень часто когда допустим я делаю больше всех убийств ноль смертей больше захватов а так оказывается второй или третий по опыту никаким это образом нам это неизвестно да или например я обычно занимаюсь тем что системы работаю либо очень сильно ослабляю либо лечу всех своих и в итоге постоянно внизу по таблице меньше всего денег я меньше всего опыта что нелогично да и при этом все основные хилища обилки находятся шансов веток то есть копить пол 600 мастерина лечащего идола и с хиллером здесь прощаться весьма сложно вот такие дела в итоге вы как мы надеялись сама по себе игра многого нам не дала да здесь нет возможности как в первой майке вставлять вообще сказочной комбинации из пяти различных элементов там было гораздо больше эффектов при соединении элементов которые давали не просто логичный эффект а что-нибудь интересное здесь вот как мы уже показывали интересного это наверно только шутка вот шутка остался вот такой вот больше в принципе такого внезапного ничего нет стенка на и в африке стенка стенка воды стенка холода стенка пара интересно достаточно вид стенка из молнии с огнем но мало эффективны такие вот как это не странно хотя мы большие любители первой магики и до сих пор проводим вне иное количество времени кстати чью пытаясь убить друг друга на волнах кстати говоря о минах они здесь стали гораздо менее эффективными нежели были в 1 1 мины если на них наступал то это практически он шут здесь но ты упал пар прошел по всем минам ну поджегте ну знаешь они работают теперь как мина лягушка у тебя есть с нее саиду это да выгодил что все равно получил очень мизерное количество помога и величие меня тоже перестали быть таким супер артефактам работу нехорошее создание зато их термозно взорвать издалека раньше их тоже можно было взрывать первой магии вполне так вот так несмотря на то что мы большие фанаты этого всего делаем не идет просто не идет поиграть к и какое-то количество времени по панец можно но очень быстро надоедает без разы и за это только надеется с возрастом ждем когда добавят больше количество майк возможно переработать систему моих тоже с энергии и 4 майки человека но мало кровя на мало то есть очень казуально получается у вас есть четыре кнопки тыкайте в них какая не загорелись и есть элементы опять же работающих из них всего несколько эффективно прошло например луч смерти ну да не смерти луч жизни с огнем прижигающий огонь вот он поджегся это единственно что мы достигли поэтому его бьет весьма слабенько а если мы добавим еще воду то есть это будет пар жизнью то чуть-чуть хилит все были такие варианты что вообще не дает никакой эффекты ваше заклинание вообще смешно то есть она не хилит не дамажит не избран нет не отбрасывает это вплотную три стрелы не то хотя бы какой-то дамаг здесь есть а есть которые реально не дают никакого эффекта да будет большинство труду говорит морозит не расстреливает камнями сейчас продемонстрируем как можно заморозить вот пассивник заморожен да нифига ха 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 это благоварный план нет я вообще слов что она замерзнет нет мертвичинка не мерзнет сервер мы прикрыли так что вы рекомендовать не можем как бы не хотелось возлагаем надежды на магику 2 возможно в будущем будет это приятнее остается ждать когда они переработают очень и очень многое пока что пока что так прыгать на несколько дней на несколько вечеров в компании друзей поприкаловаться не более того только с друзьями если у вас есть своя команда с четырех человек пожалуйста а ну того стоит если нет даже с друзьями можно хотя бы сыгралась и использовать заглядание помогающий друг другу а с рандомными всегда получается очень странная ситуация либо они какой-то ерундой маяться либо не просто афа кашет вырезать и как бы вы не играли матч вы проиграете очень позорно и без особо каких-то результатов плюс ну все потому что игроки подбираются реально случайным образом потому что здесь нет ни рейтингов не таблица какой-либо поэтому вы можете попасть на людей которые просто играют божественно был человек которого мы убивали в четвером минут пять очень быстро бегала еще хорошо лечился успевая там проведите ваши ряды слава богу мне был рис и туда так что вот так спасибо вам за внимание ну на засолку все сделаем нарезку игр в случайными игроками если из этого выйдет что-нибудь приличное и надеюсь мы найдем что-то в моей коллекции если мы найдем приличных игроков а судя по их ником зачастую саша грей отдыхает да она всегда отдыхает было получать удовольствие мы иногда отдыхает прекрасно тем не менее спасибо вам всем за просмотр до свидания